добрый вечер друзья сегодняшний прямой эфир посвящен с нам как с ними работать как получать вещи сны как интерпретировать сны насколько это важно потому что к сожалению общаясь с многими людьми я понимаю что люди нас и вообще не обращает никакого внимания тем не менее во сне мы проводим треть своей жизни как минимум 8 часов человек в сутках спит кто-то больше кто-то чуть меньше и каждую ночь каждый из нас видит сновидение но не все это помнят поэтому это очень важно сейчас я подожду когда вы все присоединитесь так мы вас ждали прекрасно я очень этому рад друзья напишите как сегодня слышно видно из какого города интересно будет почитать название городов так здравствуйте психосоматика эпилепсия ну я куда-то не должен пойти одна из тем которые у эпилепсиков есть так из одесса так алла здравствуйте так добрый вечер о софья на связи привет софья киев геленджик ростов-на-дону бишкек ростов-на-дону еду к вам если помните 7 8 сентября по ссылке шапки аккаунта идет регистрация активно на два моих очных семинара один в ростове-на-дону второе в краснодаре те кто услышит первый раз милости просим так германия лично москва киев рязань тульская область слышно здорово так майами класс чувствую что скоро в майами я окажусь так владивосток расскажу в этом году так уфа красноярск ну да у вас там уже совсем поздно ешь корола ростов-на-доносного тула здрасте невроз мечевого пузыря какой он именно то есть если это у вас воспалительный но надо смотреть все равно то есть я могу какие-то общие скрипты по психосоматике дать с точки зрения опыта и логики до возникновения но все равно каждый человек уникален поэтому одна и та же симптоматика на сто процентов совершенно у другого человека не может повториться так англия добрый вечер чернигов друзья широчайшая география снова москва друзья сегодня эфир посвящен с нам поэтому будьте добры больше спрашивайте о них я больше на это настроен ну психосоматика кровотечение ну что немножко извините за выражение глупый вопрос психотечение может быть от того что вы ударились от того что вы ударились и у вас плохая свертываемость крови или и ломкость сосудов большая там миллион или мир миллиард может быть причин поэтому одним словом наугад совершенно не хочется работать да я все-таки профессионалы и уважаю вас и хочу чтобы вы если получали информацию чтобы она была точной поэтому я могу об общих скриптах во время прямых эфиров а когда уже смотришь на конкретного клиента тогда начинаешь понимать о чем идет речь нью-йорк отлично бывают ли еще сны конечно бывает они достаточно часто человек снятся просто он это не помню так если снится война так сейчас подожду когда еще какое-то время у нас люди присоединятся потом я начну на все это отвечать и все рассказывать так удивляется много раз подтверждают так не вижу сны скорее помню о них так так сны это наши страхи не обязательно боль нас не помню сны совсем по снах возвращаясь к где уже была во сне так так ничего пропадает голос вечер добрый снится бывшая девушка моим мужем что она вас не дружит так 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 землетрясение прекрасно вот хороший вопрос на сказать перед слов как подготовиться чтобы получить во сне ответ вот вот это более грамотный вопрос который по теме нашего эфира так скорее виде исключения софи но проблема большинства людей еще раз говорю невнимательность непонимание того что и сон и много чего в жизни такого интересного и важного происходит здесь и сейчас параллельно но сознание сужено до каких-то там моментов связанных там покушать что-то приготовить куда-то поехать что-то сделать а между тем сон и сказать культура сна имеет мощнейшее значение для вашего здоровья мощнейшее значение для того чтобы у вас хорошо работала интуиция и для того чтобы вы принимали правильные осознанные решения в жизни и в общем-то жили своей жизнью они на какой-то навязанной надуманной и разбирались бы в себе лучше потому что когда вы спите вы начнете видеть на фазе быстрого снадобедения они начинают распаковывать те переживания которые внутри вас содержатся и распаковывать то что вы не контролируете то есть то что ваш интеллект не пытается загнать внутрь вашей психики и чтобы только вы это не видели потому что человек интуитивно вернее подсознательно избегает какие какой-то боли душевные и старается ее не замечать но во время сна эта критика снимается и подсознание начинает распаковываться поэтому сны наверное можно разделить на несколько категорий на таких две основных категории первое сон утилизация тех переживаний которые вы получили накануне вечером или в течение этого дня то есть сон переработка когда вы посмотрели фильм ужасов и эти ужасы продолжаются во сне с кем-то повздорили и во сне вы продолжаете делать то же самое либо сон решение или сон интуиции когда вы видите картинку который казалось бы к вашей реальности сейчас может быть и не относится вдруг пришло какое-то сновидение и у вас происходит осознание какого-то символа и если вы занимаетесь изучением сновидений да то есть вам это интересная тема тогда вы начнете понимать о чем это для чего это мне это снится что моя душа мое подсознание пытается мне самому сообщить и тогда вы начинаете с мощным пластом своей психики работает лучше себя понимать кто есть я и осознавать эту жизнь еще раз говорю что умение расшифровывать послание интуиции своей собственной через сон в том числе дают выход в то чтобы вы более осознанно начали жить и начали моделировать свою реальность так как вы это хотите то есть чтобы формировали те обстоятельства жизни достигали бы тех целей которые вы хотите и сон это очень мощный инструмент мощный помощник который погружает вас в таинство вашего внутреннего мира и вы можете с ним общаться то есть с одной стороны вы можете получать оттуда информацию по тем причинам следственным связям которые там уже сформированы они будут разворачиваться но вы можете и создавать эти новые связи осознанно и таким образом когда ваше подсознание будет программироваться через сон это тоже можно делать сегодня пару слов об этом скажу вы можете во время сна не просто видеть сновидение а ваше подсознание будет работать на то вернее на тем чем на чем что для вас жизненно важно ведь если вспомните великих ученых очень многие из них именно во сне делали свои открытия знаменитая таблица менделеева ему приснилась во сне это медицинский факт который все знают а также энштейн очень много вещих снов снилось и эти сновидения помогали ему осознавать там по-моему теорию вероятности то тоже ему приснилось и подсказка виде символа дала ему распаковку и прояснение того что что такое теория вероятности и зачем для чего это нужно кстати изобретатель швейной машинки тоже увидел во сне иголку в которой было такое отверстие и вот когда он это увидел во сне он понял как создать швейную машинку понимаете да то есть подсознание порой нам дает правильное направление но конечно же она будет с вами активно работать тогда когда вы на него обращаете внимание когда вас что-то волнует что-то интересует в этой жизни и вы понимаете что сон это очень важная часть это такая глубокая медитация но где с одной стороны ваше тело отдыхает а мозг очень активно работает перепрограммируя ваше состояние но вот вот эту опцию там восьми часов можно использовать с огромной пользой для своего здоровья и для моделирования реальности вначале обучаясь нужно учиться распаковывать собственности сны что вам какая картинка там снится а потом распаковав картинку записав его зафиксировав нужно учиться интерпретировать сновидение я могу сказать очень важную вещь что у каждого должен быть индивидуальный сонник то есть то что вы читаете в интернете читает что вот там написано там не за огонь это или пожарственницы к этому это все туфта потому что у каждого уникальный мир и символизм у каждого свой да можно сказать что если снятся большие равнины какие-то большие поля и так далее это как правило там взаимодействие с некой женской стихии это женский образ что-то ограниченный коридор там фаллический символ это все к мужчинам относится да фрейд много про это писал но не все так однозначно и просто поэтому друзья мои мы с вами будем теперь я надеюсь что этого дня вы будете формировать у себя свой персональный сонник и как же сделать так чтобы сны и ночь которую вы проводите на своей кровати было бы не просто место где вы тупо лежите да и тупо тратите свое время а чтобы это был тоже осознанный акт который вам позволяет решать многие задачки я сон лишь использую очень часто для того чтобы видеть информацию которую мне необходимо увидеть то что бывает что вот концентрируйся а ну как бы сразу даже в трансовом состоянии не приходит ответ перед сном делаешь определенную технику даешь программу на сон и видишь какое-то сновидение потом очень важно его утром сразу записать поэтому первое что мы делаем это подготавливаемся ко сну готовим блокнотик ручку кладем рядом на тумбочку или на стол если у вас стоит вот кладете рядом и перед тем как заснуть сами себе с уважением к сновидению как этой части вашей жизни говорите себе что я сегодня увижу сновидение обязательно их запомню и обязательно запишу вот прямо несколько раз это проговорить перед тем как вы отходите к основу уже закрыв глаза лежите и вот некая как мантра как молитва вы считаете обращаясь к своему внутреннему миру обращаясь своему подсознанию с уважением проявляете к себе внимание таким образом заботиться себе заботиться о том чтобы наладить своим внутренним контакт своим внутренним миром вы получите ответную реакцию то есть если вы будете дружить собой обращая на себя должное внимание вам ваше подсознание ответит И поэтому вот эта установка «Сегодня ночью я увижу сон и обязательно его запомню, запишу, проснувшись утром» очень важна для того, чтобы вы вектор развития коммуникации со сновидением себе задали. Если этого не делать, то спонтанные какие-то сновидения у вас будут, и они часто будут ускользать. Потому что большинство людей, конечно, помнят, что что-то снилось, иногда люди какие-то эпизоды запоминают, но если сразу не записать, очень часто сон ускользает, его как бы не поймать. И многие говорят, что что-то снилось, а чего не помню, достаточно типичная фраза. А в совсем тяжелых случаях, когда нет с собой должного контакта, или человек не в роде находится, он вообще не помнит снову, он как бы не чувствует с собой связи, он не в гармонии находится. Но уверяю вас, любой человек их видит, любой, у каждого, если посмотреть, как характер сна идет, если вы во сне вертитесь, если у вас глазные яблоки туда-сюда ерзают, то вы в этот момент видите сновидение. А может быть не несколько картин одновременно, потому что если кто-то из вас смотрел фильм «Начало», то очень интересное кино, я вам рекомендую. Там прямо вот сюжет, картина о том, что люди погружают других в сон, и потом внутри этого сна еще один сон, внутри этого сна еще один сон другого уровня, и на разных этих этажах по-разному дечет время. При определенных практиках вы тоже так можете сделать. Я отслеживал за собой, что иногда сон во сне бывает. Это потрясающее состояние, это потрясающее видение, и вы понимаете, что во сне шикарнейшая жизнь происходит. Просто там блокбастер, наполненный переживаниями, эмоциями, глубиной. Да, не всегда сразу понятен смысл, но если с этим работать, если в это погружаться, то тогда вы начнете понимать себя. Это первый этап. Второй этап, когда вы научились запоминать сны, то есть настроили свою психику на то, что вы сновидение будете фиксировать по утрам, второй этап будет заключаться в систематизации. Когда у вас через месяц некий бэкграунд снов уже накопится, вы уже можете сопоставлять факты, что после этого сна в жизни происходило через месяц, через день, еще через какой-то период времени. И вы там увидите параллели, к чему то или иное явление снилось. И это очень потрясающе. Вы откроете очень много закономерностей, на которых раньше не обращали внимания. Но все равно, что если вы, к примеру, специалист по строительству, да, вы там 20 домов построили в жизни, вы когда будете по городу идти, вы будете видеть, какие недочеты у какого здания есть. А другой, ну скажут, ну да, ну дома все, не обращая внимания на какие-то нюансы. А у вас будет правильное видение, потому что вы специалист. То же самое, когда вы начнете прокачивать себя, улучшать свой контакт с самим собой, у вас появится навык управления и понимания своего внутреннего мира и своих сновидений, что они к вам приходят. Они вам с радостью что-то сообщают, то, что вам нужно. И, соответственно, появится вот эта более тесная гармоничная связь с собой и интуиция, начнет вам четче давать сигналы. Вы будете лучше определять, это вещий сон или это просто информация какая-то, либо это переработка какого-то мусора эмоционального, который к вам даже может не иметь никакого отношения. Но просто вы что-то цепанули, где-то о чем-то попереживали и это вы во сне потом видите. Поэтому очень важно, первый, как я сказал, навык, это научиться сны фиксировать, подружившись со своим внутренним миром и используя для этого осознанный сон, в том плане, что я готовлюсь к сну, я уважаю сновидения, я хочу их запоминать. И прямо даете себе установку, сегодня ночью я буду спать и проснувшись утром буду помнить все сновидения и обязательно их зафиксирую. Прямо себе эту установку зарубить на носу, чтобы вот это произошло. И у вас этот рефлекс начнет вырабатываться. Потом вы будете составлять, понимать, к чему это они снятся, вот эти символы будете понимать, осознанность процесса и у вас появится свой соник. Третий вариант, и кто-то уже правильно стал это писать, во сне можно решать любые задачи. Я очень часто, если у меня тяжелый пациент в курации или в контракте находится, какая-то сложная история, я понимаю, что человеку нужна поддержка 24 часа в сутки, а это все-таки я в двух режимах работаю. Одна работа это разовая, то есть пришел человек на консультацию, мы два-три часа работаем с его историей, я полностью в нее вникаю, погружаюсь, даю рекомендации, сеанс провожу, объясняю, закрепляю и так далее. Но человек ушел из кабинета, я закрою свой опыт и забыл, отпустил историю совсем. Когда у человека нет ресурса, когда тяжелая ситуация и я с человеком работаю в контракте, там три месяца или полгода, то я работаю с человеком постоянно. И очень часто так бывает, если тяжелый пациент, я часть работы провожу в том числе и во сне, не переживая за человека, как это может показаться там некоторым, что надо переживать за него. Нет, наоборот, я четко знаю, что сегодня во сне мое подсознание решит вот эту задачу и человеку, он проснется, ему будет хорошо или он какой-то, что-то у него там разрешится, там проблемы, которые его сейчас беспокоят. Потому что люди в тяжелом состоянии, они очень разогланы, да, и не управляют этим, и нужен внешний ресурс в виде меня, который это делает. И тогда моя поддержка, мой суппорт идет на протяжении всего контракта. И я очень часто использую сны, особенно в начале, и это время ночью для того, чтобы человеку помочь. Я утром присыпаюсь, я чувствую, что задача решена. Мне даже проверять ее не надо, я знаю, что человеку стало лучше. И это очень интересный навык, в том числе, который помогает профессионально работать с человеком решать сложные задачи. Поэтому, друзья, психологи, если вы меня слушаете, или психотерапевта, берите это на усмотрение свое. А если кто-то из вас практикующий врач и уже начинает понимать, что грамотная работа и серьезная работа не заканчиваются с уходом из пациента из кабинета, на самом деле телепатическая связь существует постоянно, но просто это надо принять. Тогда вы начнете в этом разбираться. Если для вас этого не существует, что мысли нематериальные, и вы никак с человеком не связаны, тогда у вас ничего не получится, то, что вы верите и воспринимаете реальность такой, какую вы привыкли. Воспринимать жизнь, как жизнь белковых молекул, чисто физически проявленные. Поэтому психические какие-то феномены, они будут недоступны, потому что для вас их не существует. Все равно, что человек у лишенного угла скажет, что солнце желтое, он никогда не поверит, потому что для него солнца нет. Ему просто тепло, он температурно может это ощущать, явление, но какое оно, он может этого не видеть. То же самое, прозрев, открыв себя, вы начнете эти каналы воспринимать. Поэтому первый этап, еще раз говорю, научиться фиксировать. Второе, анализировать того, что вы успели профиксировать. И третье, вы сможете работать с другими людьми или какие-то задачи решать. То есть во время сна мозг будет программировать эту реальность, программировать ваше подсознание, перерабатывать те блоки, которые у вас противоречивые внутри есть, которые мешают достичь той или иной ситуации. И поверьте мне, очень многие люди, кто уделяет особое внимание своим снам, очень хорошо себя прокачивает и очень много работы у вас во сне делают. Ну, знаем таких, видел в жизни мастеров, которые практически не общаются с клиентами, там, какими-нибудь практиками занимаются. Поговорили пять минут и говорят, приди завтра там или через неделю, и все будет нормально. Вот это про то, что люди очень часто используют зон. Я тоже это использую для тяжелых случаев, когда с человеком работаю в контракте. Это особый режим, когда есть совсем большие проблемы у человека. Друзья, давайте почитаю ваши вопросы, и потом мы перейдем, естественно, к практике. Откуда вы берете силы? Их полно, везде, а что их брать? Вселенная человеку дает столько, что мало не горюй. Любви везде полно, если ты ее видишь и на нее настроен. Вот даже мебель сделана с любовью, там, одежда сделана с любовью. Я это чувствую, я в этом резонансе живу. Поэтому Вселенная сама тебя подпитывает. Понятно, что физической силой надо еще подкармливать хорошей едой. И эмоции свои подпитывать гармоничным счастливым общением. Понятно, что я человек, который очень часто имеет взаимодействие с проблемными ситуациями, когда у человека имеет ресурсы, ему плохо, у него что-то болит, у него какой-то диагноз и так далее. И это низкие вибрации, это боль душевная, которую ты воспринимаешь. Но, когда ты заполнен любовью и светом, тебе по барабану, потому что тебя больше, чем вот эти ограничения, та турбулентность, в которую человек попал. И если в тебе есть этот потенциал, то ты способен это будешь переварить. Остальное просто дело техники. Так, когда я жила с мужем, мне снилась моя живая тетка на протяжении годов. Когда разошлись сон, где моя тетка перестала. Потом я вернулся и снова стала нам не сниться. Как это понять? Смотрите, теперь о сновидениях давайте поговорим. Как я сказал, что соник должен быть у каждого индивидуально. И вот для того, чтобы понять, почему вам снится ваша тетка в таких вот ситуациях, вы задайте, а что она для вас значит? Вот именно эта женщина. Что она с собой у вас лично олицетворяет? Не просто там по паспорту биологической тети, а что именно для вас? Что она? Какая она сама по себе? Она активна или нет? Много она с вами там занималась, когда вы были маленькие? Или мало, да? Она какая-то успешная? Либо это просто человек, который живет какой-то своей жизнью. То есть что-то она собой олицетворяет. Потому что это не просто тетя, а что-то, какое-то значение. Так вот, на самом деле образ человека, приходящего, это просто ваша внутренняя проекция. И задавая себе вопрос, что конкретно этот человек значит в моем сне, для меня, вы начнете понимать, о чем сон. Поэтому, поймите, это не то, что вы будете с этой тетей как-то там взаимодействовать дальше, да? Нет. Это что-то с ней связано или что-то спроецировано у нее, какое-то свойство, какое-то явление. И ее образ это проецирует, отображает, имеет это значение. И, поверьте мне, многим снится Путин иногда. Но это не значит, что вы все будете с Путином общаться или как-то будете влиять на его психику, да? Абсолютно нет. Что может Путин олицетворять у людей? Там проявление власти, проявление каких-то, может быть, значимых контактов, ситуаций, что что-то будет, и вам надо принять правильное решение. И этот сон, он как предупреждение может быть, обратить на что-то внимание. Вот такие вот вещи могут собой олицетворять. Есть люди, конечно, которые видят глобальные процессы, им кто-то снится, они сновидение свое выкладывают и понимают, к чему там эволюционно развивается вся история. То есть, некоторым дано входить с помощью слов или там гаданий, там разные техники есть, но ее как бы сегодня про сны мы говорим, видеть тренд развития человечества, который сейчас происходит. Но для большинства людей хотя бы стоит задача разобраться со своей собственной жизнью, то есть, как она протекает, что и именно сон это то, что каждый из нас избежать не может. Вот. И человек должен спать. Но надо не просто спать, а осознанно спать. Для того, чтобы осознать себя, свое место в этой жизни, понять свои таланты и дать им освобождение. И на своем курсе интуиция, или нет, интуитивная моделирование реальности, которая стартует уже завтра, я посвящаю очень много времени работе со снами. Потому что они дают информацию, они дают поток и сон надо использовать для того, чтобы видеть лучший внутренний мир и таким образом делать свою жизнь более осознанной. А я как сказал, что не только вы можете во сне перерабатывать информацию, но видеть будущее. И будущее же можно во сне и формировать. Вот так. Все очень просто. То есть, это один из мощнейших каналов восприятия интуиции и развития этого навыка. Общение с собой. Сейчас я почитаю снова ваши вопросы. И потом мы попрактикуем. Как поступить, если понимаешь, что сон с негативным значением? Смотрите, про фильмы ужасов, которые снятся. Это не всегда к плохому. Скажу так, практически не к плохому. То есть, если кого-то убивают во сне, или кто-то умер, это не обязательно, что сон о плохом. Это может быть этап какой-то трансформации. Этап того, что сейчас жизненно важные переживания у вас происходят. То есть, мне иногда там смерть, похороны снятся. Были такие вещи, и они, как правило, о хорошем. То есть, это перед хорошим снится. То есть, какая-то энергия, заблокированная внутри, подобным образом умирает, трансформируется, уходит, то есть, высвобождается. Понимаете, да? И таким образом, сон о похоронах или о смерти кого-то не значит, что что-то ужасное происходит. Наоборот, это может быть скачок к лучшему. Вообще, запомните, с моей точки зрения, ну и надеюсь, теперь и с вашей, ничего плохого в жизни вообще не существует. Это просто чье-то мнение, что вот это плохо, или вот это хорошо. Все есть определенная закономерность. Но когда вы наделяете какое-то явление таким клише, что оно плохое, или вот это плохо, то тогда вы начинаете осуждать этот мир и разделяясь его на плохое и хорошее. А когда все единое и целое, ничего плохого не существует. Просто есть закономерные процессы. И возникает ощущение полноты жизни. А деление жизни на плюсы и минусы вы будете тогда все время в напряжении, в каком-то там противоречии находиться с миром, осуждая людей за что-то, как вам кажется. Ну, вспоминаем заповеди, да, не судьи, не судьи будешь, и тогда будет все хорошо. Поэтому для желающих наехать на кого-то, по любому поводу, там, прав, не прав, вот, ребята, это заповедь, хорошая штука, потому что, если перестанете людей осуждать, вообще жизнь осуждать, что что-то плохо или хорошо, тогда вы будете более полноценны, и у вас будет больше инструментов влияния. Как в той притче, да, в Библии, там, когда жители города хотели камнями заборозвать проститутку, потому что она, типа, ведет себя неподобающе. Ну, и Христос сказал, что те, кто без греха, пусть первые бросят, так сказать, камень. Ну, вот, собственно, и так. А когда вы осуждаете человека за какие-то деяния, вы не сможете с ним контактировать. Для вас он изгой, для вас он плохой. А когда для вас человек, изначальный человек, даже если он преступление какое-то совершил, или он вам плохо сделал, как вам кажется, да, тут, а не просто урок какой-то преподнес, который вы с радостью должны принять, тогда у вас будет неправильное с ним взаимоотношение, и они не будут развиваться гармонично, никакого счастья и гармонии в этом плане, ну, к сожалению, не будет. Поэтому, друзья мои, обучайтесь тому, чтобы не судить о людях, не делать никаких глобальных выводных. И самое главное, не вкладывать в это, думать-то можно, не вкладывать в это эмоции. Потому что, если вы без конца эмоционируетесь, особенно на негатив, прям вкладываете всю силу, жизнь будет вас прокручивать в этой энергии, потому что вы ее выделяете. Так, еще гипноз очень круто, круто. Гипноз прямо то, что нужно. Так, Артем Добрич, я очень верил, что могу исцелить свои болячки, но не понимая, в каком направлении работать над фибромами на левой ноге, три штуки появились неэстетично. Яночка, задайте свой вопрос. В чем причина и как отработать? И смотрите сон. Вот я же сегодня уже методику вам дал. Начните себя прокачивать. И сон, именно ваше подсознание во сне вам будет помогать расшифровывать эти вещи. Селиться в продолжении вопроса, конечно, можно. Постоянно рельсы, поезда, метро к чему? Что для вас значит рельсы? Вы что, может быть, железнодорожник, или у вас кто-то в роду был железнодорожником? Такие тоже вещи могут быть. И перед чем это снится? Каждую ночь, не каждую ночь? Очень много вопросов, понимаете? Поэтому, чтобы дать экспертную оценку, о вас надо, Юлия, много чего знать. Поэтому записывайте сны, просто записывайте, если не понимаете к чему. Может быть, там какие-то еще нюансы вместе с рельсами происходят. Вот какие-то. То есть, вам толстые могут сняться рельсы. Либо все время рельсы не туда. Либо их вода затапливает, либо они ржавые. То есть, миллиард вариантов и нюансов. А они очень важны для анализа, которые вам могут сниться. Поэтому сопоставляйте картинки, смотрите в них общие. И что вообще рельсы для вас значат? Вот прямо задавайте себе вопрос. Потому что я говорю вам, что именно история жизни у всех разная. Можно говорить, у вас дедушка был железнодорожником, и вам его состояние снится. Он вам был любимый человек. И поэтому вы это видите. Чувствуйте с ним связь. И все. Больше никакого подтекста под этим делом может и не быть. Просто он хочет почувствовать себя в детстве так же комфортно. И вам этого не хватает. И вы видите эти рельсы. Потому что у вас дедушка был железнодорожником, а он был хороший человек. И у вас с ним была взаимосвязь. Это ваша история. Я в качестве такой экспронта придумал, что это может быть. А может быть, вы человек первопроходец по жизни. И не делаете этого. А ваше подсознание знает, что это ваше предназначение. Решать какие-то задачи, кто и до вас никто их не решал. А вы не делаете это. И вам солнце время один и тот же снится. Так. Можно ли задавать сны по собственному сценарию? Можно, друзья мои. Это и следующий ролик. Так. С него свадьба с мужем ничего не нравилось. Все пошло не по плану. Один негатив. Это не обязательно про мужа. Это не обязательно про свадьбу. Это про то, что происходит в жизни. Может быть, вот сейчас этап, который вам не нравится. И поэтому вам в виде такого символа это приснилось. Так. Сон во сне как объяснить? А что его объяснять? Это просто так психика человека устроена. Мы можем видеть разные темы. Потому что какой-то видит человек мир плоскостно. Какой-то видит в объеме. Кто-то может делать более глубинные выводы. И вот так вот. Сон во сне. Картинка в картинке. Суть в сути. Это, как сказать, тонкая вещь, которая, если человек практикует и интересуется с нами своим, и интересуется своим внутренним миром, подсознанием, практиками занимается, а нам становится понятно, что там происходит то, что в обыденном сознании не расшифрует. Даже как и психиатры, когда смотрят пациента, очень часто не понимают, что с ним происходит, потому что для них это все патология. пациент, который попал в психушку, он это чувствует и видит, но не управляет этим. Это владеет им. Понимаете, да? То есть он восприимчив, то есть он видит какие-то вещи за гранью обыденности. Чувствует их, но не может этим управлять. То есть не может это включать и выключать, когда нужно. И поэтому он находится во власти этих переживаний и этого восприятия. И не может его правильно интерпретировать. И тогда со стороны у него кажется, что есть психическое расстройство у него. Вот такие вещи происходят. И психиатры, которые не понимают этих вопросов, тоже скажут, да, все, ты наш, все, тебя надо лечить. Так, 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 так. Давайте еще несколько вопросов. Друзья, я сегодня, естественно, поработаю. Я дам вам инструмент, который поможет, приоткроет занавес внутреннего мира, чтобы те, кто не помнит своих снов, их прямо сейчас вспомнили, чтобы вы увидели эти картинки, которые вы подзабыли, и вам дам ощущение дежавю. Это очень интересно. Потому что дежавю – это то, что ощущение уже виденного, оно, картинка приходит во сне, и вы запоминаете образ, который пришел, и вы запоминаете ощущение. Но образ забывается, как вот сон часто ускользает у человека, а ощущение остается. И когда вы попадаете в ситуацию, которую вы уже видели во сне, у вас ощущение дежавю срабатывает. И прямо это ощущение, что вы уже здесь были. Но вы именно были с точки зрения ваших сновидений. Там это было. Так, так, так. Давайте, друзья, уже очень много вопросов. Если даже на все отвечать, можно пять эфиров провести. Вот, друзья, в новые пишите. Я, конечно, благодарю, что такой большой интерес к моей персоне и к тому, что я говорю. Это очень приятно. Так. Как правильно поставить вопрос на определение предназначений, чтобы получить ответ? Так и поставить. Все очень просто. Я увижу свое предназначение во сне. Все. Ну, очень просто. Я знаю, что сон мне точно снится. Я уважаю свой внутренний мир. И прямо сегодня во сне я увижу свое предназначение. Но, друзья мои, все-таки давайте поступательно действовать. Сначала надо научиться просто фиксировать хотя бы то, что вам снится. Этот навык надо у себя сформировать. Это как база. Прежде чем научиться бегать, хотя бы разомните мышцы, чтобы вы их почувствовали. Когда вы не чувствуете мышц собственных, да, у вас качество бега будет не то. Снится часто, что муж изменяет. Может, вполне возможно на торе, что вы сами себе изменяете, но не в половом смысле, а не живете так, как хотите жить. То есть, не делайте то, что вы хотите делать. Так. Во сне получаю письма от тех, кто умер. Вот это интересно. Адрес запоминая, просыпайся, не помню. Вот. Надо вот этот себе навык. То, что если умершие регулярно снятся и что-то пытаются сообщить, это очень важно. Вот это реально важный снег. Так. У меня был дожаве, много раз понимала, что видела все точно так же во сне и очень давно. Класс. Вы молодец, значит, у вас хорошо работает интуиция. У меня в детстве часто, в подростковом возрасте, дожаве посещал. Я не мог понять, почему это так со мной происходит. Но было прикольно. А потом я вспомнил один раз, что я это видел во сне. И потом лет через пять в какой-то книжке прочитал, кто-то исследовал явление дожаве и написал, что это, оказывается, сновидение. То есть, и вы тоже эту гипотезу подтверждаете. Так. Про умерших уже говорил. Так, 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 так. Что означает, если насильно делали укол? В реальность или во сне? И какой укол? Кто делал? Задавайте себе вопрос. Картинка и сновидение всегда индивидуальны. Так. У меня часто бывает дожаве. Классно. Сегодня у нас клуб людей, у кого дожаве. Снится, что я в доме, и он разрушается, и мне там очень страшно. Но, опять же, все регулярно снится. Проверьте здоровье. Так, так. Солнечный паралич страшно. Так. Сонный паралич. Так. Соннику доверять надо только индивидуальному. То есть, тот, который вы сами написали, который сами издали, и тогда только можно ему доверять. К чему снится собственная смерть? Подумайте о своем предназначении надо. Куда вы идете? Как понять, что сон вещи? С вещи сон не перепутаешь ни с каким ощущением. Когда он будет вещи, определенное состояние в этот момент. Вот давайте сегодня технику попробуем отдать и вспомните хотя бы один свой точный вещи сон. Так. Мне часто снится лифт. Итак, друзья, давайте тогда поработаем. Потому что у нас уже почти 37 минут мы в эфире. Потом на ваши вопросы еще отвечу. Их там много. И я понимаю, что я даже и процентов 80 не успею ответить. Все, пишите, пишите. Давайте подготовимся к работе. А желающим я напомню, что уже завтра стартует мой курс по раскрытию интуиции, который называется интуитивное моделирование реальности. По ссылке из шапки в аккаунте там вся информация и форма регистрации. Успейте встать в один ряд с теми людьми, которые будут себя в этом плане прокачивать. И сон это одно из инструментов, одно из направлений, с которым будем наработать. И постепенно будем уровень осознанности повышать. И вы научитесь влиять на свою жизнь, решать те задачи, которые перед вами стоят. Потому что проблем не бывает. Есть просто задачи. И есть тот опыт, который вы хотите в этих задачах получить. Вот такое настроение, такой взгляд на жизнь делает вас из человека, который в жертве находится, в человек, который создает решение. Тот, который в процессе двигается. И у вас силы появляются для того, чтобы решить ту или иную задачу. Идея возникает. И вам интересна. А когда вы живете с восприятием того, что проблемы есть, вы их не решите никогда, они не решаемы. И тогда вы верите именно в это. То есть вы застопорили свое развитие. И оно вам, к сожалению, ничего не дает. Поэтому очень полезно заниматься собой. И я искренне надеюсь, что сегодняшний сон каждый из вас, кто меня слышит, запишет. И это положит начало более осознанной вашей жизни, когда вы перед засыпанием будете оставлять записную книжку. И еще не открыв глаза, картинку запомнили. Видите картинку, ухватили ее. Достроили, что там снилось. Открывайте глаза, записывайте. Прямо все надо зафиксировать. Вот с теми нюансами, которые там снятся. С сюжетной линии, которая разворачивается. И таким образом, достаточно быстро можно это там сформировать. А потом появится сонник. Анализируйте сновидения и ощущения. Задавайте вопрос, для чего это мне снится. Что это значит для меня лично. Вы будете создавать свой сонник и видите эти параллели. А потом тогда пойдете в сон для того, чтобы решать свои задачи. Решать то, что в данный момент вас тревожит, беспокоит. Так, 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 так. Ну что, друзья, давайте поработаем со снами. Все очень-очень просто. Очень просто. Друзья, на вопросы чуть позже буду отвечать. Все очень просто. Займите удобное положение. Что будет сейчас за практика? Я дам вам технику, введу вас в состояние, в котором вы вспомните предыдущий сон, который вам снится. Увидите это все. Особенно тем, кто забыл свое сновидение, вы увидите. А потом дам, так сказать, еще более глубинную технику для того, чтобы вы вспомнили свой веще сон. И ваша задача сейчас будет во время этой практики просто вспомнить, и когда мы выйдем из практики, подготовьте там какой-то листочек бумажки. Давайте сейчас подготовьте, да, где-то рядом лежит. Листочек бумажки, записную книжку, ручку. Еще давайте 3 минуты дам времени. Для того, чтобы записать то, что сейчас вы увидите. Все ответы на все вопросы есть у вас внутри. Я глубоко в это верю. Я в этом не сомневаюсь. Моя задача быть проводником в этом прямом эфире для того, чтобы вы погрузились в себя, увидели это все, чтобы ваш мозг вам это воспроизвел. И вы поняли бы, насколько богатый внутренний мир у вас внутри. И таким образом начали бы с трепетом, с вниманием, с любовью относиться к себе, к своей жизни, и тогда многое станет на своем местах. Как я всегда говорю, что просто даже проявлять безусловную любовь к себе, чувство того, что вот за собой надо следить и ухаживать, и любить себя, очень полезно. То же самое, если вы следите, допустим, за своими ногтями, да, вы их подстригаете, там, ухоженно их, чтобы они у вас выглядели, да, вам комфортно. Также за своей психикой то же самое. Надо присматривать и вы будете понимать, что я не мой характер, я не те вещи, я не тот опыт, только лишь, как я себе раньше представлял, вы гораздо больше. И вот сны дают более глубинное представление о вашей личности, о том многообразии процессов, которые в вашем внутреннем мире происходят. И понимание этой глубины дает кайф от жизни, дает ощущение глубины, дает состояние любви, которое формирует большую осознанность, уверенность, понимание того, что Бог никуда не ушел, он вас не предал, не бросил, ни еще чего-то такого страшного не происходит. Все к лучшему всегда, все к тому, чтобы или перенести вам какой-то опыт, или вас чему-то научить. И тогда вы будете свое сознание расширять и перестать воспринимать текущую ситуацию как проблему, а будете воспринимать как задачу, которую вы можете с Божьей помощью решить, потому что внутри вас эта сила есть. И не будет никакого с собой конфликта, будет только желание действовать. И будет энергия для этого. Понимаете о чем, да? Сменить фокус взглядов на себя. Итак, друзья мои, приготовили ручку, блокнотик, заняли удобное положение. Сделали так, чтобы вас нам 5 минут точно бы никто не беспокоил, ни домашние животные, ни какие-то родственники, которые с вами пребывают, или какие-то люди, которые вокруг. Давайте поработаем. Итак, закрываем глаза. Лучше эту технику делать с закрытыми глазами. Займите удобное положение, закройте глазки и вначале просто последите за своим дыханием. Как вы дышите? Как вы делаете вдох, как тело делает вдох, как делает выдох. При этом вы не вмешиваетесь в этот процесс. Не надо углублять дыхание. И не надо его задерживать. Тело само знает, как ему дышать. Оно мудрое. Оно все само знает. Оно само регулируется. И когда вы наблюдаете за телом, с любопытством, с любовью, наблюдаете за тем, как оно дышит, вы начинайте приоткрывать дверь в свое подсознание. Начайте себя чувствовать. Начайте понимать глубину своей личности. Как-то организм дышит, как-то происходит вдох и как-то происходит выдох. И все. Вы наблюдаете. Вы не вмешиваетесь. Вы просто наблюдаете. Теперь представьте, что прямо перед вами возник дом. Прямо перед вами возник дом. И у этого дома есть вход. Уйти его. Зайдите внутрь. Вы заходите внутрь этого дома. Находите на первом этаже лестницу, которая ведет в подвал. Нашли лестницу и начинаете спускаться по ней. Шаг за шагом. Ступенька за ступенькой. Спускаетесь на минус первый этаж. Шаг за шагом. Спускаетесь на минус первый этаж. Спустились и видите, что перед вами стоит дверь. На минус первом этаже. И на этой двери написано «Кокната моих сновидений». Увидели табличку, взялись за ручку, открываете дверь и заходите внутрь. Внутри вы видите, что есть стул и есть экран. Вы садитесь на этот стул. И этот экран загорается. И именно здесь, сейчас, в комнате своих сновидений, вы видите последний сон за последнюю, вот, предыдущую ночь, которая у вас была. Экран загорается, и вы начнете видеть сон. Вы просто наблюдаете за ним. Он сам там появляется. Последний сон, который вам снился. Вы начинаете видеть образы, картинки, и у вас начинает возникать определенное ощущение. Просто наблюдайте. Ничего делать не нужно. Просто наблюдать. На экране появляются образы, появляются картинки, и у вас возникает ощущение. Это последний сон, который вы видели. Это может быть несколько картинок, чередующихся. Это может быть картинка в картинке. Вот все, что вам подсознание покажет. Просто наблюдайте и чувствуйте. Это безопасно, потому что это ваш внутренний мир. И он вам открывается. И вот через какое-то время возникнет ощущение того, что сюжет закончился, что вы посмотрели все, что видели. Почувствуйте этот момент, что фильм закончился. Вы все увидели. Теперь возникает на экране новый фильм, который называется «Последние вещи сон». Вы сейчас будете видеть сон, который был вещем, который был о вашем будущем. И вы начинаете на экране видеть другую картинку, другую реальность, другие образы, которые могут быть в объеме, могут быть сюжет в сюжете. То, что рисует вам этот экран, является вещьим сном, который вы уже видели. Рассмотрите его внимательно. И он все больше и больше по сюжетной линии будет раскрываться перед вами. Ваша задача – просто наблюдать. не напрягать. И запоминать то, что вы видите. Что-то во время этого сновидения происходит, и вы это видите. просто смотрите на экран. Через какое-то время возникнет ощущение, что вы посмотрели фильм до конца, что он закончился. Ваша задача – просто запомнить эту картинку. Запомните этот сон. Первую картинку и второй. И далее вы встаете со стула, выходите из комнаты, благодарите эту комнату, комнату своих сновидений. Поднимаетесь с минус первого этажа на первый. Выходитесь из дома. Поворачиваетесь к нему лицом. Благодарите его за то, что вы были в этом пространстве. Отпускаете эту картинку, делаете вдох и на выдохе открываете глаза. Сейчас все, что вы видели, запишите, пожалуйста. Первый сон, который вы видели, который был последним, и ваше подсознание вам его показало. И вещи, сон, которые вам снятся. Просто запишите, потратите на это время. Друзья мои, заметьте, я еще даже практику не закончил, а человек 10-15 уже в эфир написали, что они ничего не видят. Вы куда торопитесь? У вас просто очень много суеты. Вы даже не дослушали практику до конца и побыстрее вылетели оттуда поделиться впечатлением, что ничего не видно. Это настолько же нужно не любить себя и настолько быть в стрессе, чтобы вообще не понимать даже простых банальных инструкций. Не следить за временем. Понимаете? То есть вы торопитесь. И вот эта спешка не позволяет вам осознать себя. А сейчас пошли уже картинки. Тех, кто не торопился, а вошел в ритм и увидел то, что должен был увидеть. Увидел свой прошлый сон и увидел вечный сон. Каждый из вас это все знает. Но если вы не настроены, вы торопитесь, торопитесь жить, вам куда-то надо успеть, вы не пресечете моменты, вы не наслаждаетесь ситуацией. Поэтому, друзья мои, для того, чтобы познать искусство снов, научитесь не спешить, научитесь любить себя, а начните практиковать медитации, чтобы вы хотя бы пять минут в день нашли бы оазис успокоения, а лучше даже двадцать взять, возьмите мою медитацию прощения, которая в данной же распространяется, и по ссылке в шапке аккаунта. Потренируйтесь, чтобы весь мир подождал, а вы займетесь собой. Вот все отпустите. И только тогда появится навык входа в состояние, и там что-то можно увидеть. А когда ум куда-то бежит, чего-то вы там не успеваете все время, то вы так мимо и пролетаете всей интересной жизнью. Ну вот теперь давайте почитать тем, кто что-то увидел. Так. Без картины, ощущения, голос. Последний сон озера, на котором я плавала со своим молодым человеком. Так. Запишите и задайте вопрос, что для вас этот сон значит, о чем он говорит, что значит озеро. Это о чем? О чем это для вас? Это о путешествии, которое вас точно ожидает, либо еще о чем-нибудь. Вещи. Так, так, классно. Друзья мои, у кого было ощущение даже его, напишите, пожалуйста, кто видел картинку, и было ощущение явное, что она уже была просматривана когда-то. Эфир, естественно, сохранялся. 7 минут еще осталось. Так, эмоции, только ассоциации. Лай собаки, плавалые роды. Пионерский лагерь. Так, так, за год. Вещи и сон я родила дочку, здоровая, красивая. Так. Так, мне было страшно спускаться. Так. Кому было страшно, то еще боитесь просто себя понять. Видела. Так, у меня. Классно. То есть, друзья мои, вот не торопитесь. Кто там побыстрее попытался сейчас тяп-ляп сделать технику, ну, не торопитесь. Ну, не бывает здесь таких быстрых решений. То есть, можно быстро воспринимать информацию, когда у вас опыт появится. Но пока его нет, то куда? Так, постарайся степениться. Завис эфир. Все вроде бы видно прекрасно. И чат быстро работает. В том-то и дело, что ничего представлять не надо. Само рисуется. Я мальчик стою в поле, что-то жду. Так, так. Вещи сон, автоколеса, дорога. Друзья, главное, чтобы вы увидели, моя задача была ввести ваше состояние, чтобы вы почувствовали, что вы это уже видели, что у вас даже ее происходит в этот момент, что картинка знакома. Вам не надо усилий было тратить на то, чтобы это вспомнить. Это очень хорошая практика, да, для тренировки восприятия снов вообще. Когда у вас появляется, да, я вам первый метод уже рассказал, просто установки на ночь. Можно вот так уже просматривать виденный сон. Потому что у меня такое было иногда, какую-то штуку увидел, забыл записать, опа, проходит пять минут, а я забыл. И потом начинаешь себя настраивать, 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 там входишь в состояние, я себе так и говорю, прямо, я обязательно тебя вспомню, мой дорогой, хороший сон. Прямо к себе обращаюсь, вот там она, мудрое я есть, я к нему обращаюсь. И через полчаса вдруг пам, и картинка всплыла в воспоминаниях. Я раз, 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 записываю. Так, взлет в темноте, что значит вещи сон увидеть? Это то и значит, что вы видите сон, который предвещает какое-то событие. Так, застой, начнем сняв, но все впереди. Так, 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 не могу, так. Лестница в подвал. Прекрасно. Каждый из вас делится своими видениями. Было даже его. Классно. Друзья мои, вот хочу вам еще раз пожелать не торопиться в этой жизни, наслаждайтесь каждым моментом. Он каждый уникален, он неповторимый. Вот ускользнем через секунду. Будьте в настоящем. Кайфуйте просто так. Это состояние здорового психического человека, который знает, что делает, зачем живет и что в жизни происходит и с кем у него какие взаимоотношения. И тогда вы будете понимать свой внутренний мир и осознанно творить свою реальность. И тогда успех будет больше, энергии будет больше, все будет нравиться, все будет складываться. Никаких вы не будете чувствовать препятствий, только будете понимать, что вот что надо делать, к чему идти, куда стремиться и вас интуиция будет вести. Вы будете принимать правильные решения для себя. И сон это один из мощнейших инструментов для открытия интуиции, для работы с ней. Поэтому, друзья мои, не отнеситесь к этому правильно, но без тренировки, без регулярной практики, как зарядки, то же самое. Навык не будет развиваться. Но тут немного же времени надо в себя вкладывать, чтобы у вас контакт с собой начал развиваться. При этом здесь важна регулярность, поэтому всех еще раз приглашаю на свой курс 3 августа, который стартует уже завтра, который называется интуитивной моделировкой реальности. И там мы будем изучать навыки открытия интуитивного восприятия. И я вам буду проводить разные буду каналы показывать, в том числе буду показывать, как работает образная интуиция, и мы начнем чувствовать энергию. И это чувство позволит вам поднять свой внутренний мир еще глубже и создавать ту жизнь, к которой вы стремитесь. И это очень важно, на мой взгляд. Если вы разделяете эти понятия, то вместе со мной живете на этой же волне, то поэтому и слушайте мои эфиры, получайте от этого удовольствие. И я этому очень рад. Поэтому составляйте свой сонник, стремитесь к этому, и в жизни многое-многое изменится. Друзья мои, следующий эфир, как обычно, в понедельник будет, в 8 часов 45 минут, который называется «Исцелим этот мир вместе», где я как минимум трех героев постараюсь подсмотреть за этот час, поработать с ними. Те, кто в списке, будут иметь естественный приоритет, а те, кто хотят потренироваться, завтра мы стартуем, поэтому по ссылке в шапке аккаунта у вас такая возможность есть. Кстати, еще два ближайших мероприятия в августе будет. Первое мероприятие это в воскресенье у Александры вместе с Лизой Моку будет мероприятие для женщин, занятие «Женщина в новом времени» называется. Вы можете в ее аккаунт «Алексатол» зайти и посмотреть по ссылке ее стоплинка, увидеть подробности. И 31 числа «Тело психсоматики. Как работать через тело с собой». Тоже ее новый курс и у всех есть такая уникальная возможность на него попасть. Это четыре полных дня очного занятия с полным погружением. Друзья, осталась одна минута. Хороших вам выходных. Спасибо, что были со мной. Я всем очень благодарен. Видите вещи и сны. Пусть вот эта часть вашей жизни, когда вы спите, будет наполнена осознанностью. Я надеюсь, что сегодня я приоткрыл дверь в этот мир и вы эти инструменты будете дальше использовать, нарабатывать и потом в будущем писать о том, как у вас круто это получилось и насколько изменилась ваша жизнь после этого. Поэтому всем большое спасибо. До новых встреч. Пока-пока.